Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамедурин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижерец». Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что мы говорим о башкирских родах, идём по географическому принципу, и сегодня мы поговорим о том роде, о котором мы упоминали, мне кажется, говоря о других родах чаще всего. Это род табын. А почему мы упоминали чаще всего? Потому что этот род, даже по самым нашим грубым подсчётам, он, наверное, является самым крупнейшим родом в составе башкирского народа. Там больше 100 тысяч человек. Это очень большая цифра. Крупные роды 50, там 30 тысяч бывает. Это очень крупные роды считается. А тут 100 тысяч. Даже если в процентном соотношении посмотрим, там чуть ли, наверное, не десятая часть народа будет. Тогда давайте поговорим о территории. Территория, территория. Вот смотрите, табынсы, они очень раскиданы по всей территории исторической Башкирии. Если мы будем говорить о территории республики Башкортостан, то это, значит, вот как раз именно центральная Башкирия. Вот мы знаем, есть такой, стоит даже обелиск в Гафурийском районе, и там написано, значит, географический центр Башкирии. Табынцы проживают, получается, на территории центральной Башкирии, в Гафурийском, Крамоскалинском, Архангельском, немножко в Аругазинском есть районе. А в Заурале, Челябинской области, Аргаяшский район, Уинский район, ну, там ряд других районов. Также большое количество табынцев проживает на территории Оренбургской области, Красногвардейском и Александровском районах. Какой разброс. И всё это было следствием вот такого исторического развития, то есть связанного с историей. Я здесь не упомянул, что мы в число табынцев ещё включаем, так скажем, их филиалы или аффилированные с ними структуры, которые, в общем-то, вытекали из среды табынцев. Ну, для этого нужно обратиться в историю, наверное. Давайте сначала про этноним. Давайте. Потому что мы всегда говорим об этнониме вначале. Что это означает? Наверное, нужно начать с того, что табынцы восходят этнически, как вот нам удалось установить, племя Уишин. Вот не недаром их предводитель Майкеби Уишин, табынцев, во всех Шижере значится Майкеби Уишин. Уишин – это вот его племенное название. Племя Уишин или, как в китайских источниках, они упоминаются, Усуни занимали, так скажем, в первом тысячелетии до нашей эры, занимали территорию вообще Центральной Азии. То есть это территория Монголии современной. То есть в то время вся территория Центральной Азии, в первом тысячелетии до нашей эры, вплоть до реки Хуанхэ, населяли скифские племена, индоевропейские. Это сейчас уже никем не оспаривается. Вот прям под Пекином, чуть ли там в 100 километрах, находятся вот эти скифские курганы, откуда вытаскивают, находят изделия скифа сибирского, звериного стиля, понимаете, да? Там брались данные палеогенетики, вот эти костные остатки, всё на ДНК анализировались. Как правило, гаплогруппа R1А. Вот то есть что ни на есть индоевропейская гаплогруппа. Это так называемые восточные скифы, которые, начиная там со второго тысячелетия до нашей эры, с третьего тысячелетия до нашей эры, вот после Аркаима, после Аркаимский период, они вот заселили степи Центральной Азии, Алтай, значит, и вот всю территорию нынешней Монголии, вплоть до реки Хуанхэ. И всё это отразилось вот в китайском фольклоре, который там пишет, что вот нам пришлось предкам китайцев вести войну с рожеволосыми дьяволами и так далее. Всё это есть, это описание в китайских хрониках и так далее. Вот эти племена, и вот эти уишины или усуни, потом начинается возвышение гуннской империи, вот где-то до середины первого тысячелетия до нашей эры, вот они, в общем-то, доминировали в Центральной Азии, потом гунны возвышаются, начинается возвышение гуннской державы, и вот они вытеснили, покорили этих усуней, уишинов, вытеснили их уже на территории Семеречия, на территории современного Казахстана. Как человек, который учился в казахской школе, учил историю Казахстана, у меня, конечно, в голове усуни и канглы – это одни из первых как раз тех народов, которые считаются предками казахов в том числе. Да, они, безусловно, вошли и в состав казахов. У казахов тоже есть племя Уйсын или Уйшин, по-другому называю. Это тоже вошли и канглы. Это как раз именно тот ранний этнический компонент, который общий, допустим, для многих тюркских народов. То есть, такая вот такая подкладка, она изначально была индоевропейской, понимаете? А потом, когда вот этническая доминанта поменялась в Центральной Азии с индоевропейской, на тюркскую, то это уже все, так сказать. Все правильно помнили, что у них канглы – это Семеречия, это древние города, такие как Тарас и так далее. Да, вот усуни как раз там и проживали. Канглы немножко северо-западнее. Потом они вообще сдвинулись еще дальше на северо-запад и заняли течение от где-то Средней Сарадарии до Аральского моря. То есть, все приорали. В конечном итоге они вообще к северу от приорали были вытеснены, и вот они канглы уже легли, как бы восстали ядром печенежской орды. А здесь вот про усуни. Значит, усуни и так далее. Почему же тогда вот это название, почему бы эти усуни не вошли в состав башкир под названием Уйшинов, да, Расс? Там почему и смена этнонима произошла? Тоже вот почему. Интересный вопрос. Объясняю. Вот мы, я же говорил бы, легендарный предводитель, родоначальник табынцев Уишин Майкиби или Майкиби Уишин. Это реально историческая фигура. Сначала он служил Чингисхану, потом Джучихану, потом, значит, последовательно Батухану. Это как Рашададин пишет. И вот этот его УЛУС, подчиненный ему УЛУС, вот эти Уишины, так называемый какой-то УЛУС, потом почему-то у них произошло переименование на Табын. И вот часть вот этого УЛУСа вошла в состав башкирского народа. По какой причине, сейчас объясню. Табын, что такое Табын? Такой был придворный чин в государствах мусульманских, тюрко-монгольских, так скажем, средневековых. Допустим, если вот мы обратимся к источникам, там хан, по-моему, Большой Орды, Сарайский хан, Сейд Ахмед посылает королю польскому Казимиру. И, говорит, послал своего, ну, имя называется, условно говоря, там, Ахмед Табына. Это был Табын, придворный чин. Вот есть московский исследователь Илья Владимирович Зайцев. Он, кстати, был оппонентом на моей защите. У него статья есть такая, вот, о социониме Табына, что это был придворный чин, и выводит его значение две версии. То ли от арабского табигин, последователь, но он склонен, что всё-таки это изначально тюркское название, потому что по-тюркски корень табын переводится как значение поклоняться, служить. Табыну, табын-мах, это поклоняться, служить. Кому служить? Это, скорее, религиозное что-то? И так, и так использовалось. Поклоняться Богу табыну, аллахат табану, это одно. А ещё, оказывается, в средние века табын, это можно было в значении служить. И не случайно мы видим, допустим, у того же императора империи великих моголов, Бабур-Шаха, там был у него отряд хас-табын. То есть, хас это специально табын, значит, таких специально, какой-то гвардейский отряд. То есть, из этого мы делаем вывод, что не сам, наверное, скорее всего, Майкаби, а его, так сказать, непосредственные преемники служили табынами у каких-то, значит, монгольских государей. И вот их улус, вот эти подданные уйшины, в общем, со временем просто стали называться, вот как его, просто табынами стали называться. Вот это их этноним уйшины постепенно, значит, выветрился из памяти, а вот это соционим закрепился в качестве этнонима. А их название уйшинов только осталось как бы в титуле родоначальника табынцев. Майкабей уйшин. И вот эти табынцы были очень преданы чингизидам. Мы знаем, что когда началось присоединение к русскому государству, восточные табынцы, не надо путать с западными, восточные табынцы отказались присягать и до конца сражались на стороне Кучума, хана Кучума и Кучумовичей. Современный историк Трипалов, российский ведущий специалист по золотой роде, он так и пишет, что основной боевой силой Кучума и Кучумовичей до прихода калмыков табынцы, сынрианцы, терсяки и другие зауральцы. То есть изначально, вот по их шажере, табынцы государственнические племя такое, значит, с такими понятиями о служении, феодальными понятиями, с государственным мышлением, конечно, не могли не оставить после себя каких-то памятников. И как раз вот у табынцев мы видим огромное количество всевозможных шажеры, всяких хроник даже, я бы их назвал, которые, в общем-то, сохранились до наших дней. И вот они жили в заурале, как они пишут, мы жили по реке Миас до Табола-Иртыша, значит, вот это огромная территория, то есть фактически территория всего заурале, вплоть до запада Сибири, вот это была территория, значит, изначально табынского юрта, где они там жили. Вот, и в средние века потом, когда после распада Золотой Орды возникло сибирское ханство, был там такой хан Ибрагим-хан или Ибак-хан, табынцы что-то повздорили как-то с этим, с Ибрагим-ханом, тот, видимо, какую-то централизацию проводил. И, в общем-то, по шажере, которую, значит, сохранил в своем сочинении башкирский писатель начала 20 века Мухаммедсалим Умидбай в произведении Яткар, вот там он это, вот это приводит, древнюю хронику, что Ибак-хан решил убить табынских беев, Осадибей и Шакарлибе, и они, спасаясь от истребления, забрали своих улосных людей и бежали на запад из-за Урали, перевалили Уральский хребет, пришли вот на территорию современно-белорецкого района, нашли здесь башкир-катайцев, попросили у них земли, там, мы знаем, да, что такое Белорецкий район, там земли нет как таковой, там одни горы и все, то есть там невозможно. Те отказали, говорят, у нас у самих там мало земли для пастбищ. Они пошли западнее, вот эту всю горную часть прошли и вышли к реке Белой, и здесь нашли, встретили башкир племени Мин, попросили у них земли, Минги сказали, пожалуйста, полно земли оставаться. Вот так был заложен две части табынского улоса, то есть они разделились. Тот, который остался в Урале, назывался Кара или Карый Табын, Старший Табын, а который сюда перешел Кичи Табын, или по-башкирски Кесе Табын, то есть Младший Табын, два улоса как бы образовалось. Потом вот этот Младший Табын начал разделяться, отпочковываться, где-то в конце XVII века из него выделились образование Кумрук-Табынцы, которым, кстати, я принадлежу. Кумрук-Табынцы, выделились из них Юмран-Табынцы, Бешула-Табынцы, Дуан-Табынцы и так далее, и так далее. Вот это все огромное количество властей. Но Каратабынцы тоже не сидели там, от них тоже постепенно начали отделяться группы каратабынского населения за Урале, и они начали тоже перебираться на западную сторону Урала и заселять север Башкирии. В то время он был малонаселенным, очень редкое население, там просторов было предостаточно. Север Башкирии, перевалив на ту сторону, вот они стали филиалами Каратабынского улуса. Это, значит, Таныпская власть возникла по реке Танып от названия реки Танып, Большая Таныпская власть. Это вот род Танып сейчас, север Башкирии. Вот чтобы как раз понять, вот если мы берем период XVII века, XVI, XVII века, когда у нас были какие-то документы и так далее, вот уже тогда Табын был одним из самых крупных или самым крупным родом, или он... Он тогда был одним из самых значительных и многочисленных. Во-первых, почему значительных? Я же сказал, у них всегда был большой политический вес. То есть были приближенными ханов вот с таким государственческим мышлением, несмотря на то, какой сюзерен. Сначала были чингизиты, потом, когда их не стало, были Романовы, Рюриковичи. То есть всегда вот служили... Я все-таки договорю, вот Таныпцы перешли на север Башкирии, заняли вот современные Болтачевские, Аскинские, там рядом вот эту примерно территорию по реке Танып заняли. Потом постепенно из Таныпцев выделились род Балахсе, Балахчинцы, это Аскинский район, Кайпанцы, это Ташлинский, и, значит, Казанчинцы, тоже Аскинский район. Унларцы, которые жили южнее Крыдельском районе, тоже вышел из Таныпской волосы. А почему мы говорим, что Таныпская и Табынская одно и то же? Мы нашли это в документах. Вот всегда для нас представлял эту тайну. Кто такие Таныпцы? Вот недавно нашли документы, все, там Таныпская волось, Табынская тоже, Табынская тоже. Это все. И потом всегда меня удивляло, там было такое лицо Башкирии, так скажем, второй половины XVIII века, старшина Кара Таныпской или просто Таныпской волоси Кулы Балтачев, от кого назван Балтачевский район. Я всегда думал, почему вот в одних источках он пишется Кара Таныпской волоси старшина, а в других Кара Табынская. Вот это для меня не было понятно, как так. А потом, когда мы все это провели, все эти исследования, изыскания, плюс, значит, на ДНК то же самое, они оказались идентичными вот этим Кара Табынцам и всем Табынцам с ГАПЛ-группой Р1А. То есть, вот этот пазл как бы сложился. Оказывается, Кара Таныпцы и все Таныпцы – это те же самые, это просто выселок Кара Табынской волоси. И еще потом было второе движение эректинцев, о которых мы говорили. Эректинцы, эректы – это Кара Табынцы, они так и называют себя, два правильных названия, которые пошли еще дальше на Запад, поступили на службу хану Сахибгирею Казанскому, там служили, потом Казань пал, и вот они потом отошли на север Башкирии, вот на территорию Татышлинского района. То есть, хочу сказать, что они вот и ханом служили, что их подвигало вот этих эректинцев, выезжать из-за Уралия на службу. Сахибгирей, в общем-то, пригласил их на службу, поскольку конных воинов у Казанского ханства, ну, практически не было, земледельческое государство, а тогда были в первую очередь нужны воины конные, поскольку, видите, понимаете, да, что конница, она могла быстро пересекать вот эти огромные наши расстояния Евразии. Это не какая-то Европа, где там от Чехии, от Праги до Берлина, там, 100 километров, там и пехота может дойти, а здесь, чтобы перескочить от Урала, там, я не знаю, до Крыма, вот, посмотрите, сколько нужно. Ну, да. Я просто вот смотрю как раз на те источники, которые у меня есть, и вижу, что в 18-19 веках земли табынцев были от Бузулукского уезда, да, и до Челябинска, примерно. Да, да. То есть, примерно вот такой... Да, да, разброс. Вот как они вот в Бузулукском сейчас просто, я скажу ещё. А дело в том, что... Это на тот момент Самарская губерния. Самарская губерния. То есть, это ещё до губерния, значит, просто объясняю, как это было. Вот эти земли, они исторически были, вот, вплоть до нижнего течения Яика считались башкирскими землями. Когда возникла Ногайская Орда, они, так сказать, явочным путём всё это захватили. Потом, во второй половине XVI века, вот, чудом сохранившаяся грамота, есть такое издание, материалы по истории Яицкого казачьего войска, вот оно там опубликовано. Башкиры поехали, и, значит, у Ивана Грозного вернули эти себе земли, он дал им вот эти земли по Яику. И знаете, где начинается? Вот урочище Сарайчик, это нынешняя отрава, земли по грамоте были возвращены. Но там башкиры постоянно не жили на этих землях, вот я хочу сказать. Они их использовали как охотничье угодье, такая огромная территория, а ведь Исаак надо было платить царю, а где ты её возьмёшь? Это же тебе соболя надо, тебе соль надо, то есть, и соли ведь Исаак платили. А вот те Елецкие, соль, это всё было общественной собственностью башкирского народа до XVIII века. И там, значит, всякая пушнина, пушной зверь, там и мёд, там, значит, и рыба, там всё, что хочешь. Я просто уточню, что казахи тоже говорят, что это их общественная собственность до XVIII века. Дело в том, что, посмотрите по истории, значит, в XVIII веке казахов там не было ещё, значит, они... Они утверждают, что как раз примерно до Урала-то они были. Нет, они были сюда подогнаны к Южному Уралу джунгарским нашествиям. Да, это правда. В начале XVIII века. Но в XVII веке не было, не говоря же о том, что в XVI их не было там, на этой территории. И вот в XVIII веке, вот, видимо, от малоземель или чего, значит, башкиры начинают массово вот эти... То, что они раньше использовали как охотничьи угодья, туда выезжать и уже стационарно там селиться. Начиная вот от современной Саратовской области. Там не только были, кстати, табынцы, там были, значит, и табынцы, и бурзяне, и руматынцы. Вот они селятся вот по этим рекам. У нас осталось совсем немного времени. Есть ли нам что-то такое особенное отметить по табынцам в участии в восстаниях? Ну, и по традиции, скажем, о том, кто известный выходцы из этого рода? Ну, табынцы, это настолько... Кровь салаватых, а медленно. Да. Табынцы, это такая бесконечная тема, там даже не знаешь, с чего начать. Ну, в восстаниях, конечно, участвовали. Там, допустим, главный предводитель башкирского восстания 1735-40-х годов на территории Заураля был башкир Каратабынской волости Юсуп Арыков. И в то же время главной, так сказать, сторонней Оренбургской экспедиции, против которой, значит, собственно, башкиры и восстали, был Таймас Шаимов. Ему и хотят, кстати, в Челябинске, вот там же есть памятник, значит, основателям Челябинска. И вот башкиры, якобы говорят, Таймас Шаимов, который, собственно, и дал землю Кирилову по Челябинску, по Чебаркуль, две первые крепости которой, Таймас Шаимов. За это его там башкиры чуть не убили, но он был крупный военачальник, он в 1732, по-моему, в 1731 году там казахам дважды поражение мощных нанёс Шамяке Хану. Сначала 10 тысяч его войско разбил, потом 20 тысяч. Вот такие были люди, понимаете, неоднозначно. Там часть была проправительственных табынцев, те такие государственные, а часть бунтари, там уже в Пугачёвщину, вот Юламан Кушаев, да, старшина кора табынской волости. Вот он, кто он был. Он у Пугачёва был в звании повстанческий, ведь чин у него был, генерал, представляете, генерал. У Салавата был бригадир. Бригадир – это промежуточный чин между полковником и генералом. Бригадир – это бригадный генерал, то есть, ну, и такое, значит. А этот чистый генерал был. Юламан Кушаев как раз руководил вот этой башкирской всей конницей при штурме Казани в июле 1774 года, когда Казань была вся уничтожена, в общем-то. И Мухаммед Салим Уймедбаев, да, наш значимый фигурой. Мажит Гафурий. Мажит Гафурий, кстати, да, народный писатель Башкрутстана совсем забыл про Мажит и Гафурий. Галичу Кури, Галичу Кури, хоть он был эректинец, в тот и шлах, но он коротобынец был. В общем-то, масса людей, огромное количество. Орогаткил Даша. Ну, уж это понятно, да. То есть, уже из современников тогда тут вообще, я не знаю, тут не замучимся. Каждый второй, да, практически. Перечислять там, ну да. Я напомню, мы сегодня говорили о роде Табын. У микрофона были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шишире» Салават Хамедуллин. До свидания. До свидания. Салават Хамедуллин. Салават Хамедуллин. Салават Хамедуллин.